Ну, если это работает, то почему бы и нет? Ну, пока, да, пока работает по непонятным причинам, причем, возможно, работает не конкретно сам лично Я думаю, что со временем, со временем вот по ходу, по течению группового этапа По обсуждению там с разными командами мы сможем выяснить, почему вот именно ферстпиком в любой ситуации берут этого лича Ну, ладно, команда Virtus.pro, что, Darkseer, Sandking, Paki, ну, Darkseer оставили в этот раз, в принципе, можно взять Darkseer оставили, Sandking оставили, Shaker оставили Очень много пока вариантов, действительно, посмотрим сейчас, на кого пойдет выбор Solo Вп играли у нас по-всякому уже, я думаю, что Darkseer в такой ситуации может быть неплохо Shadow Demon Вот так вот, и кунка И кунка, понятно, что это будет Да, да, сразу ясно, какая цель Virtus.pro, в принципе Два саппорта очень хорошо работают вместе Вообще кирикутка будет Мы, кстати, видели такую подобную же комбинацию, исполняли ее вчера парни из Empire Подобно играли тоже комбинацию Shadow Demon Ну, и вообще, много кто играет такой комбинации сейчас Но, что касается кунки, то, конечно, показатели у этого героя пока что потрясающие 90% винрейт, 10 игр до старта сегодняшнего игрового дня было у него Среди всего группового этапа, конечно Ну, и Paki добирает себе LGD Да, Paki, чем неплох, тем, что это один из немногих, там, мидеров Ну, в целом, один из немногих героев, который способен устоять против этой связки Потому что тайминги нужно выдерживать Ну, я не знаю, насколько крутой должен быть тайминг Для того, чтобы пак не успел отреагировать, да, и не успел нажать этот shift Так что выбор понятен И вот это как раз и, мне кажется, основная слабость данной связки Когда ты ее показываешь со старта То, что ты можешь попытаться обыграть ее, обойти определенными персонажами Которые либо просто плотные, которым не нужно уходить, да, из-под этого, там, креста, торрента и, там, Shadow Demon Ну, либо просто, которые очень легко уворачиваются Потрясающую игру на Наге от Рэйвена Ребята показывали просто шикарную доту Вот в том стиле, самом настоящем, который у Джик когда-то демонстрировали Как будто вот один в один, как будто пересматривал старые игры с Нагой И я думаю, что все реально при должном исполнении Так что, и Shadow Demon, между прочим, Луна Вчера у нас была тоже в исполнении Empire Так что все стратегии важны, все стратегии нужны В общем-то, все реально Ну, в данном конкретном случае, да, Лич, Пак Тут понятно, что снова строят свою грязную доту в ЛЖД Это очевидно Ты просто хейтер Дело в том, что я не хейчу эту стратегию Она работает Хейтишь в ЛЖД Нет, я вообще никого не хейчу Драгонайта забирает себе ВП Вот что не свойственно этой команде Это брать, например, мидера на третий, четвертый пик Они обычно закрывают себе драфт мидером Тем не менее, здесь они отбирают этого героя Потенциально, возможно, у команды ЛЖД Хотя тут они могут спокойно поставить и Пака При желании в центр Но против Драгонайта уже не очень хорошо это делать Поэтому, скорее всего, можем увидеть и в оффлейне И шейкер появляется для ЛЖД Forever Young Да, шейкер серьезно смотрится Как раз и контр-инициирование от него может получиться очень неплохое Да, про Террорблейд мы обсуждали Просто баны Террорблейд там появился Как один из самых очевидных персонажей Я задумывался о Никсе для Virtus.pro Но тут получается, что придется использовать сложные линии его В случае такого пика Но против Пака Лича это может реально неплохое решение Это в целом и на линии Пока, правда, непонятно, с кем он еще будет стоять на линии, этот Никс Но в целом Лич не слишком для него грозен И... ну да, надо керри посмотреть В таком случае нужно своего керри открывать, если они хотят показывать оффлейнера С другой стороны, показать сейчас все карты двух основных героев в легкой и в миде тоже Может быть не самые лучшие идеи Ну, посмотрим, что приходится в Террорблейд Да, и у ВП ситуация такова, что контроля сквозь условный Блэкингвар уже будет не так много Из-за, опять же, вскрытых Шадоу Демона и Кунки Если такой контроль появится, то это исключительно... Мне кажется, в оффлейне какой-то герой может нарисоваться Ну, Шадоу Демона, конечно, есть еще и Демоник Пурдж Но он всех вопросов не решает Минута для ВП Ну, есть над чем подумать Ну, довольно плотный вообще получается пока что драфт у Ипро Есть и сейв, видишь, Шадоу Демона хороший Которого не просто пробивать, и баф корабля здесь будет помогать здорово Не так просто будет ЛЖД пробивать своих оппонентов Да, и вот момент истины, появляется Кентавр Тоже такой для уплотнения И плюс ко всему, хорошо тоже будет работать и в драках для Virtus.pro Ну, и больше все-таки подходит под игровой стиль Паши, пожалуй Стандартный его персонаж В целом, контроля просто по игре, да? До появления невосприимчивости к магии У ВП огромное количество В общем, пока мне очень нравится Лейвстилер здесь для ЛЖД Форевер Янг Вот если так посмотреть на вражеских персонажей Если рассчитать вот силы То, может быть, какой-то герой по типу Лейвстилера здесь неплохо бы смотрел А для ВП тебе Лейвстилер не нравится? Ну, тоже как вариант, как вариант можно его использовать Но больше все-таки для ЛЖД Ну, ладно Ну, он на линии хорош, нормально абсолютно стоит лурса Тоже может быть как вариант Просто Лейвстилер уязвим как раз по отношению к Шадоу Демону Ибо Шадоу Демон может и своего товарища спрятать Спасти от нападения И Лейвстилера Демоник Пурджем остановить на некоторое время Это тоже очень сомнительно Учитывая, что у врага Шейкер и Пак Ты просто можешь бросаться в этого Шадоу Демона И он за секунду погибает Само собой Это тоже спорный момент В итоге появляется Рейзер на центральную линию Против Драгонайта Я знаю, у вас в Баффике есть отдельная история Про Рейзера против Драгонайта На центральной линии Нормально И я ее обязательно вспомню по ходу матча Я буду считать количество статиклинков Ну ладно Об этом мы немного попозже поговорим 2-2-1 проверяй Хорошо Нет, так это нормально Это же не 3-1-1 Да Вот именно Я мискликнул, что ты пристал ко мне Хорошо Так, последний Ликана банят в ВП Бан, да Ликантропа исключили сами Виртуз Про А кого же люди хотят видеть? Вот, не знаю Очень... Может, антимажек? Антимажек? Антимажек Ну да, наверное, не самый плохой вариант Самый плохой был бы, наверное, если сказал бы какой-то там, не знаю Самый плохой у меня почему-то из Кири Спектра Но я не удивлюсь, если мы увидим Спектр Просто очень медленный герой Чем мне нравится Спектра само по себе? Тем, что это просто кусок ничего до появления Радианса Или другого активного билда, там, не знаю, урны, блейдмейлы, там, что угодно На самом деле, ВП сейчас достаточно боевой, плотный такой драфт Они могут спокойно идти совместно, например, там, как-то на себя внимание увлекать И герои по типу антимага могут раскрыться сполна по такому драфту Либо же добирать еще одного героя, который тоже будет ходить с командой а-ля та же Луна Которая может реально сработать В теории, конечно же На практике все куда сложнее Потому что, если ты будешь ходить, например, пятером постоянно Можно опасаться того же Шейкера, того же Пака Очень опасные комбинации Можно подставиться просто и проиграть драку за дракой и игру отдать Поэтому спорный момент Может быть, лучше брать все-таки какого-то героя, который будет больше работать как план Б И будет работать в одиночку Да, ОВП преимущество небольшое в том плане, что сейчас они будут брать персонажа последними И увидят полностью драфт противника Вот, убирают гирокоптера Один из, наверное, нельзя сказать сигнатурных Это то, чем играют ВП и мало кто другие, на чем играют Так что, да, Герыч улетел И времени на выбор последнего героя у ЛГД Ой, у Фервер Янг Остается совсем-совсем чуть-чуть Секунд И барабанная дробь Это Хаос Найт Тоже, кстати, интересное Плохое решение абсолютно Опасный персонаж весьма Может стирать даже этих жаробасиков Ну и антимаг для Virtus.pro Да, в принципе, достаточно очевидно было Ну что ж, разбирают персонажей игроки И я, в принципе, очень доволен выбором LFY Честно говоря, именно ЦК ожидать Лично я не ожидал Но, тем не менее, мне кажется, что это решение достаточно интересное И может быть даже очень эффективное для этой команды Ну вообще, мне Хаос Найт в последнее время импонирует Это один из, мне кажется, достаточно универсальных героев Потому что у него и оглушение есть, да, и линии он может пушить нормально благодаря своим иллюзиям То есть его можно даже, как я люблю обычно заниматься всякими неадекватными предложениями Отправлять куда-то, не знаю, чуть ли не в Роум Из-за того, что он может цеплять издалека, да, и не отпускать на протяжении долгого времени Ну сейчас, пожалуй, просто это реально, это возможно Но, тем не менее, сейчас есть более эффективные персонажи в этой позиции Поэтому этого и не происходит Ну и что же, да, разбирают, разобрали, вернее, уже потихоньку героев И начинается у нас вторая карта этого противостояния Напоминаем, что LFY одержали победу на первой карте Следовательно, желательно связи с игру в ничью У нас Best of 2, у нас возможны ничьи LFY пока идут без единого поражения Вп же вчера проиграли одну карту Execration Очень проигрывать не хотелось бы Понимаешь, вот, да, штука в том, что ты, отдавая такие карты таким оппонентам В теории, рискуешь опуститься там ниже четвертой строчки в группе, да И попасть в нижнюю сетку по итогу в плей-оффе А там B1, C-рулетка То есть там будет очень сложно Ну и что же, уже были расставлены варды, мы видим Тут, конечно, ребята забегают в смоке Но то, что ВП вот вчера часто практиковали Они выходили вместе в смоке, пытались сделать ФБ Иногда это было успешно, иногда не очень, даже провально бывало Но вообще, ВП в последнее время больше практикуют все-таки совместные выходы из базы Не вот эти порты, знаешь, там стандартные на постановку вардов В основном они выдвигаются вместе, прожимают смок чуть позже, чем обычно это происходит Постановка вардов уже происходит под какой-то ганг А, вот сейчас Inflame обнаружил противника И давай, раз уж у нас больше активности, скорее всего, наблюдаться не будет Могут в теории зацепить АМа Но АМ очень осторожно стоит Он знает, что LFY знают И поэтому, да, поэтому он сам убежал Касательно того, кто на ком будет играть Виртус, Про, Соло, Шадоу Демон На Рамзес, 6-6-6 На Антимаги, Ноуан Драгон Найт, Паша Который по-прежнему хорошо играет Несмотря на то, что его неких указаний на это нет На Кентаврием, да И Лил, конечно же, Кунка Но LFY, DGC сыграет на Личе Аху на Шейкере Супер, Разор, Мане на ЦК И Inflame на Пакин В этот раз видели мы в исполнении Inflame Очень хорошего Дума, несколько игр уже Сегодня одно он нам показывал против ВП И вчера демонстрировал классную доту Посмотрим, на что он способен на паке Отправляют в легкую этого пака Стоять сами втроем LFY идут в сложную Вот тоже одно из преимуществ, пожалуй, Лича В том, что ты постоянно можешь удерживать линию ближе к себе И ходить в сложную Это нормально абсолютно LFY так делали, например, тоже вчера Используя просто даблу Боид плюс Лич Достаточно бородатую, но тем не менее рабочую Слушай, тут вообще очень интересная ситуация Тут три героя против трех персонажей И вот убить кого-то Да, вот он антимаг, который, скорее всего, будет отходить Это сложная линия для Virtus.pro, потому что антимаг, он не очень боец такой Мы это прекрасно все знаем Именно, именно Если только не подставится Лич Лич вот на начальных уровнях, пока у него нет айс армора, его можно цеплять А у них равноценная ситуация У одних антимаг, а у других Лич Лич тоже не сильно боец на старте Как раз об этом я и говорю, то что, с одной стороны, у нас теоретическая связка кунка Shadow Demon Да, это гарантированный торрент и там сколько-нибудь урона Но, собираясь толпой, вы попадаете, а, под фиссуру, вы, б, рискуете выйти в размен не очень выгодный для вас Потому что там еще и хаос найт с хорошим уроном и оглушением Так что тут очень-очень неопределенная ситуация О, в центре, я, кстати, забыл считать О, я посмотри на Разора Что ты хочешь? А что у него с билдом? Что ты прицепился ко мне? Говорю, мне скликнул Хорошо Да, Шекер пока с фланга заходит, если что, будет отрезать пути отхода И, да, он понимает, что еще можно руну какую-нибудь поотжимать Можно даже попытаться отжать вражескую руну богатства Туда же Ахфу и отправляется Нет тут никого из его оппонентов И все Легчайшая руна Причем внизу еще двойной урон лежит О, это приятно Это очень приятно для Шекера Бить из саппортов вражеских, если добраться У него ботиночек, поэтому добраться можно Вообще, какую-то активность совершить Сейчас активность будет совершать, да Соло развернулся Успел спрятать Молодец, Алексей Четко отыграл в этом моменте Да, я немножко занервничал, когда увидел анимацию реалитика Рифта, но докастовать не получилось Знаешь, мне кажется, вот проблема у ВП не только в том, что к ним пришли в сложную Но и то, что легкие То есть оставшиеся линии у ЛФА, которая соло Они тоже кажутся достаточно серьезными Они немного сильнее даже, чем то, что есть у ВП Ох, драка-то неплохая завязалась Лила убивает С получением вторых уровней у Виртус Про огромные проблемы У Шадоу Демона на самом деле ничего не прибавляется У Антимага ничего не прибавляется У Лила ничего не прибавляется Для того, чтобы драться конкретно 3 на 3 Вот в контактной схватке В то время у ЛФА плюс Реалити Рифт на Хаос Найте Плюс Нова на Личе И вот третий товарищ, Шейкер Который либо с Тотемом, либо с Афтершоком Приходит и разваливает Совершенно верно Вот я же к чему веду, что еще и легкие линии Оставшиеся легкая и центральная У ЛФА тоже на хорошем щиту Вот тут неплохо подловили Лича Это полезно, то, что ДДС подставляется Это хорошая цель для ВП Пожалуй, самая приятная цель Его довольно удобно убивать Да, да, да И его, мы видим, Хаос Найт вообще толком не защищал Да, у Нуна в центре 13 на 1 15 на 15 У Супера Да, в этом и вся проблема, пожалуй Бок с ней с нижней линией Так бывает Вертус Прог пришли, там, да Побили немножечко Ну, ничего, в Антимакс вывезет потом Вот Антимак вывез пока что Да, а вот то, что проигрывают с остальной линией Это тоже неприятно для ВП Что же, пассивный Антимак не так хорош оказался в битве 3 на 3? Пожалуй, вот этим выбором может быть немного себя и связали Вертус Прог Себя выбором Кунки и Шадоу Демона Ну, первым, вторым Не думаю, что это так, но тем не менее Разберутся ребята, я думаю, уже там Просто мне кажется, что эти герои себя чуть более свободно чувствуют Именно в каких-то гангах, нормально организованных А на линии они Антимага оставить не могут Следовательно, двигаться они не могут нормально И от этого большинство проблем Вот сейчас смотри, ах, фу Просто оставил своих товарищей И кладет фиссуру в центре Да, отрезает путь отхода Нунчику И у Нунчика минус 136 Но что более важно, это плюс 168 для Рейзера сейчас Еще и тотемок сверху получает Да, должен умирать Драгон Найт Да, даже в 3 взял себе, кстати, гликкоразор в этой игре Супер четко Как же так? Ну вот ты говоришь, нельзя оставить Антимага А с другой стороны, может быть, и стоит чем-то жертвовать такой ситуации Учитывая, что остальные линии тоже проигрывают игроки ВП Ну, опять же, не потому, что они плохо играют А потому, что такая ситуация по драфту Может быть, реально есть смысл как-то пожертвовать каким-то персонажем А так выходит, что Антимага особо не вывозят, да, по фарму И остальные линии тоже не справляются Ну, слушай, а Эмма, между прочим, у него 19 на 1 Да, то, что он здесь по максимуму то, что может добить Он добивает, само собой Это в этом и сила Рамзеса, этого кэри и этого исполнителя Он всегда вывозит максимум из возможного Видимо, на это и делалась ставка То, что пака не забрать никак Так, тут Соло умер 3 секунды он получил от Мане Так, конечно, еще немножко времени потратить Очень хорошие фессоры выдает Я бы обратил внимание на Аху Очень круто выдает фессоры Он и двигается хорошо Он ворует руны богатства у противника Он уже с тапочком Он пришел, сделал в центре фраг Он внизу сделал фраг У него уже 3 асиста У этого Earthshaker И, кстати, святынька тут еще есть Она уже активирована 48 секунд Поэтому можно было бы ее и прожать А там еще и Паша погибает от рук Энфлейма В Солянова Ну, сложно стоять на самом деле на Кентавре Вот так против пака, у которого хороший урон с руки Плюс вот эти паки противные покупают себе, естественно, Орбов Веном У которого не так давно, несколько патчей назад Был повышен урон как раз Понижено с корпусом Замедление, время замедления Кажется, дождь начинается В центре Загоняет Нуна Как же далеко идут ЛФА и Нун погибает Просто раскатывают ЛФА и своих оппонентов Ох, как-то Virtus.pro прям не выглядит собрано в этом матче И драфт, и в итоге то, что происходит Сейчас все в пользу ЛФА Смотри, вот он Соло Которого нашли И которого сейчас будут бить Но, правда, драться под вражеской святыней ЛФА могут не решиться Или же, пофиг говоря, давайте так замесим сейчас Это шедоу демон Он цветыню даже не будет нажимать Понятно, что для одного себя, любимого, не стоит это делать Все очень круто У ЛФА Причем еще такое уточнение Я видел часто, как в паке Вот, например, вчера у нас тоже была ситуация Пак против Никса играл Он брал вообще себе фейсы И просто с руки уничтожал Никса Да, это правильно делал Здесь пак будет все-таки более статово играть Не так уязвим Он, возможно, будет как пак с вейзами УТ появляется у ЦК С командой ЛФА Но тут, конечно, пока все очень плохо Для Virtus.pro У Рамзеса, да, хорошо, что хотя бы на Ring of Health он успел себе нафармить В случае чего можно с этим топориком, колечком куда-то отойти В лес, там, не знаю, какой-нибудь лагерек подфармить маленький Но пока приходится стоять под вышкой Потому что крипы рядышком Отказываться от них тоже нельзя Ни в коем случае На нижней линии очень много работают ЛФА Посмотри, сколько здесь вардов стоит Во-первых, еще тут один лагерь они заблокировали Это их территория Это их территория, здесь они владеют ситуацией Вот эта вот территория полностью принадлежит китайскому коллективу Мы уже видели, как они за нее сражаются Они пытаются закрыть и нижнюю линию, и центральную Дважды уже погибал Ну, вверху пак справляется сам без каких-либо проблем Возможно, стоит каких-то перемещений ожидать в ближайшем будущем от того же Паша Они уже идут, они уже идут перемещение Паша уже прилетел Три секунды оглушения по антимагу Сразу же пошел стампит Фиссура от Ахфу великолепная Останавливает атаку ВП Но пришлось пожертвовать кем-то ЦК бы не отпустить ЦК А чем ты его не отпустишь? Ну, ресурсов было потрачено достаточно много Телепорт от Кентавра Ультимейт от Кентавра И один только шейкер Это не то, чего добивались Виртус Про В эпизоде И в центре падает башня Эффективы из СНГ Да, много денег зарабатывает ЛФА Они уже 3000 ведут При том, что это лишь девятая минута Тут был статик линг использован И 180 урона Очень много урона Там четвертого уровня статик линг Да, Паша умрет Покупает только-только вот себе он худ Безусловно, хорошее приобретение Там лич, шейкер, пак Все это бьет магией Какие плюхи залетают по Рамзесу Ты только посмотри Да, с четырех ударов его убил Вот сейчас еще один удар просто нанести И это может быть конечное Но тут уже Мане на месте Одна секунда, блин Рамзес уходит Телепорта нет Погрызает себе путь понемногу А Курьер летит Курьер летит на разведку Как же четко все у китайской команды Как же четко исполняют парни из ЛФА Да, но Рамзес отпрыгнул назад Понимают, это и ЛФА Они продолжают пинговать Отправляют Курьера в верном направлении Но все же оставляют попытки Поиска антимага В такой неудобной позиции Ну и пак Пак вот просто фрифармит Посмотри, у него 54 на 12 По крипстату все просто потрясающе У ЛФА Да, конечно же, ВП Ух там, цепили Увидел пак еще и кентавра Так вот, по крипстату Конкретно номинально по крипам Не так уж и сильно отстают ВП Тот же Нун, там 47, да, крипов имеет Он большинство в лесов все-таки Допармливал уже на линии Да, уже вот просто вынуждены побираться Антимаг на третьей строчке В лишь своей команде Да, я не говорю про общий рейтинг Но можно переключить на общую ценность И увидеть, что там ситуация ровно такая же Только Драгонайт не входит даже в четверку Вернее, в тройку фармеров лучших Да, сложно будет ВП Как-то сейчас Подсобраться после такого старта И приятного Но, тем не менее, у них есть шансы У них нормальная абсолютно Есть связка персонажей для убийств Где-то в поисках Можно одного-двух персонажей Подлавливать, убивать Все еще может быть Все еще может быть Хоть и перевес очень солидный У ЛФА и на старте Более 5000 уже по золоту Так, я там слышу стампид очередной Нападение в этот раз уже на верхней линии Есть орб Упака Есть фейсшифт Упака И он уходит Да, параллельно у Соло могут быть неприятности в центре Вновь шикарная фиссура от Ахфу И Соло отправляется в таверну Ахфу просто потрясающе играет в этом матче А в это время нашел Рамзес себе корм Нашел он Лича Бил Лича Лич бил Ну, ладно, не бил Рамзеса Убегал от него И отдал себя на нейтралах в итоге Вот пока совсем не ладится Да уж Ну, нужно увести все внимание команде ВП на себя И убрать его от антимага То есть вот только дать антимагу пространство Немного подышать Рамзес по максимуму сможет хотя бы что-то собрать Пашу нашли сверху И есть древтойл, поэтому никуда он не уйдет Это 1000% А вот как-то так 2.9 2.9 пока что LFY выглядит невероятно Очень классно исполняют И на линиях хорошо отстояли Ну, Virtus.pro пока изворачиваются Хорошо, хочешь жить, умей вертеться Как сильно им вертеться, ты уже примерно описал Да, увести внимание от антимага Заставить гоняться за другими персонажами Но! Драгонайт без артефактов Это плохой герой Да, тут как раз проблема в том, что не только антимаг пострадал Но и ДК, и все линии, в общем-то, УВП были проиграны И это обычно Кроме вот Кентавра, который плюс-минус ровно постоял Не соглашусь, все-таки его тоже немного уничтожили Там на линии Паши и убили И по крипстату у Пака все было получше Он стоял не так плохо просто, как остальные Это, пожалуй, единственные исключения Именно в этом свете я и доносил эту инфу Что у него действительно в фоне других все было хорошо Да, в итоге антимага не спасли В центре и вверху тоже не помогли И получается сейчас то, что страдают в ЛП Но, повторюсь, мне кажется, что все еще может быть в этой игре Но, конечно, потому что сейчас показывают LFY, LGD в параллельной группе По-моему, эти ребята ошибаются по минимуму сейчас Я вчера не видел такой какой-то ни одной грубой ошибки от LGD И пока что от LFY таких ошибок тоже не наблюдаю Рамзес Немножечко Мане его атакует А рядышком есть персонажи, ВП Можно забрать сейчас Мане Будет неплохое убийство Мане прожимает ультимейт Но и у Мане есть поддержка Мане должны забрать до подхода вражеских героев Хорошая физура вновь по-троим Хорошо И чайник, чайник потрясающе залетает Прямиком в лес Продолжает прыгать между персонажами Забирает еще и Нуна В Пашу последний Рикошет, три фрага Эхо слэмом чуть-чуть не достает Ах, фу Как же он хотел, как же он мечтал о том, чтобы остановить просто антимага Да, ну так бы и антимагу досталось серьезно Причем антимаг улетел на святыню Да, его увидели под вардом И сразу же идет перетяжка от пака в центр Не думаю, что конкретно один пак может забрать этого АЭМа Готовы оказались антимага к этому выходу Чуть-чуть бы даже раньше подоспели И тогда ВП бы еще, может, и ЦК не убили Была бы совсем беда Но ВП хотя бы что-то постарались вынести И по поведению Мане было видно, что он провоцирует Он, знаешь, он подтянул к себе антимага Там оглушение не тратил Он знал, что ему пригодится Это через несколько секунд Так, в это время находят Соло Соло умирает Три персонажа его месила Еще и вард не успел разбить Да, да Ну вот нижняя часть карты Вот просто на протяжении всех этих 14 минут Мы видим полную доминацию вот здесь Вот, вот здесь Да, Т2 башня будет разрушена Команда LFY внизу И, в общем-то Пока шансов для ВП не так много При этом 9000 уже 15-ая минута игры Именно Вот, мы видим график И начиная с 4-й, 5-й минуты Он примерно под одним углом Шел вниз, 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 вниз И скоро это уже будет десятка золота Использовали скан LFY Они знают, где примерно фармит антимаг И стягиваются на верхнюю линию Видимо, решили еще и верхнюю часть карты Немножко отжать А там вышка очень битая И Лил Лил себя показал Не знаю, где Лил Хорошо Душает одну Рядочком есть Супер Лил пытается уйти Но ЦК, конечно, не отпускает Илью 3-14 Счет на 15-й минуте игры LFY выглядит просто потрясающе Он антимаг Находится на верхней линии Сразу же отступает Отправляется дальше фармить Рамзес И все верно делает Через 3 секунды тут появятся крипы Но, наверное, стоит вниз даже Бежать потихоньку И пока что даже речи Ни о каком Battle Fury быть не может У него вот ПТ Perseverance И ни Бродсворда, ни Клейморы Он себе еще позволить не может Ой Очень глубоко прыгнул Рамзес Очень глубоко прыгнул Рамзес Да, Соло погибнет Рамзес, скорее всего, тоже Даблкил Еще и внизу Пашу убили Я наблюдал за этим эпизодом тоже Но, вы знаете, друзья Как бы не прискорбно это было констатировать Но у ВП шансов фактически нет И они пишут ГГМ Действительно За 16 минут 15.34 Если быть точным ЛФА справляются с Virtus.pro И наша команда Из СНГ региона По-моему, провалила серию против ЛФА Да, мне показалось, что ЛФА Во-первых, они очень четко понимали Против кого они идут сражаться Я имею ввиду эту треплу на нижнюю линию Кунг и Шадоу Демон хороши на первом уровне Если у них есть неплохая поддержка В лице там, я не знаю, какого-то Джиггернаута, например Который может с первого уровня просто нажать одну кнопку И помочь кого-то убить Антимаг это не тот герой И ЛФА выждали вторые уровни Как мы уже обсуждали На вторых лвлах у них появляются мощные способности Вспомогательные И за счет этого они просто разорвали Да, но ведь дело в том, что Сыграй, например, в УП Да, я понимаю, звучит это, конечно, немного нелепо Но забей на антимага Сделай перемещение наверх, например На том же первом уровне На втором уровне Даже на пака И у тебя будут шансы убить хотя бы какую-то из линий Убить, возможно, пака Убить, возможно, в центре Конечно, с ДК убивать не очень круто Само собой С Кентавром против пака Тоже сомнительно Нет 100% результата То есть ЛФА на 100% были уверены Что они выиграют сложную линию Если пойдут троем И знали, что у них сильная соло линия Знаешь, тут вот такой Цунцванг Субтитры делал DimaTorzok